В историю Германии вошел гениальный аферист Фридрих Вильгельм Фойкт 1849-1922, которому поставили памятник на месте аферы, а помилование за его нахочивость дал сам император Вильгельма II 1859-1941. Вильгельм Фогт родился в 1849 году в семье Тильзитского сапожника. Уже в возрасте 14 лет он был приговорен к 14 дням заключения за кражу. В 1864-1891 годах он четырежды приговаривался к заключению за кражи и два раза за поделку документов. В конце концов, в 1890 году он, вооруженный ломом, совершил неудачную попытку ограбления судебной кассы в Вонгровице в относившейся тогда к Пруссии провинции Пазен и получил за это 15 лет тюремного заключения. После освобождения из заключения в 1906 году переехал в Висмарк и работал у придворного сапожника, пока не получил запрет на проживание в Великом герцогстве Микленбург-Шверен. Оттуда Фокт переехал к своей сестре Берти в нынешний берлинский район Найкёль. 24 августа 1906 года Вильгельм Фокт получил распоряжение покинуть Берлин, который он, однако, не выполнил. Для своей главной аферы безработный нелегал Фридрих Вильгельм Фокт приобрел по частям у старьевщиков военную форму капитана. 16 октября 1906 года в форме капитана днем, когда проходила смена караула, Фокт остановил четырех гренадеров и сержанта, которым приказал следовать за ним для того, чтобы арестовать бургомистра и казначея, предъявив им подложный экстренный приказ кабинета, взял над ними командование и направился в Кёпеник по железной дороге. По дороге капитан купил солдатам пиво и, прибыв в Кёпеник, где на вокзале он выдал каждому солдату по одной марке, захватил здание ратуши, тогда еще самостоятельного города Кёпеник. Местным жандармам он приказал заблокировать прилегающую территорию и обеспечить тишину и порядок. Для того, чтобы ориентироваться на месте, Фокт даже прикомандировал себе чиновников. Затем в его кабинете капитан арестовал бургомистра Георга Лангерханца и главного кассира фон Вильтберга за нерегулярные расчеты, за подземные работы. Фокт реквизировал городскую кассу, в которой, по разным данным, было от 3557 до 4002 марок под квитанцию, подписав ее фон Мальцан, фамилии директора тюрьмы, где он последний раз отбывал наказание. Солдаты не осмелились ослушаться офицера и беспрекословно выполнили его приказ. Однако его биограф Винфрид Лёшбург предполагает, что на самом деле Фокта интересовали два миллиона марок, которые, по слухам, хранились в бронированном сейфе ратуши Кёпеника. После завершения своей акции капитан из Кёпеника приказал своей команде удерживать здание ратуши еще полчаса. Сам же он на глазах любопытной толпы отправился на вокзал. В привокзальном ресторане, как описывали впоследствии газеты, он залпом осушил бокал пива и исчез, сев на ближайший поезд в направлении Берлина. В магазине мужской одежды Фокт приобрел себе гражданскую одежду. Вильгельм II, 1859-1941. Десять дней спустя он был арестован за завтраком. Его сдал полиции за крупное вознаграждение бывший сокамерник, посвященный в планы Фокта. Фокт был приговорен к четырем годам тюрьмы. Над гениальной аферой хохотала вся Германия. Кайзер потребовал незамедлительно предоставить ему отчет по телеграфу, читая который, он якобы со смехом сказал, вот что значит дисциплина. Ни один народ мира не сможет за нами угнаться. В досье на капитана из Кёпеника Кайзер сделал пометку. Гениальный малый. Благодаря резонансу в средствах информации и огромному количеству и умористических почтовых открыток, фотографии и сатирических стихов это преступление получило известность не только в Германии, но и за ее пределами и обеспечило капитану из Кёпеника славу Тилю Уллиншпигеля, Вильгельмовского военного государства, как его назвал люксембургский историк Марк Ег. Густав Майринг написал рассказ «Оспарившийся мозг», посвященный Фойкту. На судебный процесс над Фоктом съехались журналисты со всего мира. В течение всего времени, которое Фокт провел за решеткой, власти были завалены запросами, посланиями, просьбами об автографах и прошениями о помиловании капитана, приходившими не только от немцев, но и из-за границы. Еще во время заключения в тюрьме Тегель Фокту предлагались крупные суммы за эксклюзивные права на его биографию. В конце концов, Вильгельм II освободил афериста своим личным указом. Освободившись, Фокт окончательно стал объектом индустрии развлечений. Сегодня на ступенях городской ратуши Кепенека красуется бронзовая статуя легендарного капитана. Фойкт вышел на пенсию богатым человеком. Данная история наглядно демонстрирует гипнотическое действие военной или милицейской формы на сознание немцев, да и не только. Достаточно надеть форму, люди начинают беспрекословно выполнять приказы, даже если они абсурдны, а под формой скрывается банальной мошенник.